Недавно была на даче. Я шла по улице, а молодой человек, ехавший за мной на машине, настойчиво предлагал мне доехать вместе с ним. Оказалось, что все дело в пустом ведре. Когда я иду по улице и несу его в руках, пустое ведро – плохая примета. Молодой человек был убежден, если ведро будет ехать в машине, он окажется в безопасности. Предлагаю и вам подбирать и подвозить попутчиков и с пустыми, и с полными ведрами. Тогда пустое ведро перестанет быть причиной неудач, а из полного ведра вас могут чем-нибудь угостить. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О том, как вырастить морковку без сорняков, накрыть помидоры крышей, собрать урожай арбузов и тыквы и вообще договориться со своим огородом, чтобы он обходился без удобрений, без прополки и без полива. Для этого мы сегодня отправляемся на Дефрис в гости к Риме Кураедовой. Это радостная зелень – морковка второго посева. Она еще маленькая. Но для моркови, конечно, нужны высокие грядки, рыхлая почва. В глине, которая здесь у меня повсеместна, она не растет. Вообще морковь у меня бывает и 40 сантиметров, и 30 сантиметров. И всю зиму мы свеклу и морковку едим свою, как я уже сказала, без грамма удобрений. Без грамма химии, но еще и без единой прополки. Потому что на морковке, как и на всех других грядках, не бывает сорняков. У меня сорняков вообще практически не бывает, потому что я все заваливаю соломой. Любые грядки у меня изначально, то есть вот она чуть-чуть когда проклюнулась, то есть я ее подкладываю соломой и все. Ну я еще раз скажу, то есть я не палю. Ну может я, конечно, могу по ходу пьесы вырвать что-нибудь где-нибудь. Видите, в чем дело? Очень хорошо сразу понять цель, для которой ты вообще всем этим занялся. Когда тебе интересно, ты начинаешь рассчитывать свои силы и понимаешь, на моем участке, в моем климате, и мне нужно, например, морковки, столько-то, столько-то нужно, свеклы или еще какого-то урожая. Сажусь, думаю и понимаю, что мне нужно сделать. Если требуется много усилий, я за это не берусь. Делаю только по минимуму. И все-таки, как добиться того, чтобы на грядках не росли сорняки? Оказывается, начинать нужно не с грядки, а с дорожки. Запомните формулу. Урожай – это грядка плюс дорожка. Возвращаясь к биоцинозу, то есть все в природе взаимосвязано. И для того, чтобы растения в грядке получили питание, это не значит, что только сама грядка должна быть удобрена, чтобы там была хорошая почва. Почва начинается кругом, в том числе и в этих дорожках насыпных, которые с одной стороны упасают нас от сорняков, а с другой стороны они тоже делают грунт питательным, потому что если мы его вот здесь вот подкопнем, то мы увидим здесь вот червяков. И это была совершенная, совершенная, абсолютная глина. Глина, да? А сейчас, благодаря тому, что здесь много органики и червяки ее перерабатывают, то здесь уже идет, кипит целая почвенная жизнь, которая обеспечит в будущем грядке питанием. И так везде. Ну, я еще забыла сказать о том, что перед тем, как насыпать поверхностный слой опилок, я прокладываю все картоном. И картон за картон, вам тоже большое спасибо скажут торговые центры, если вы приедете и выведете с их мусорки картонный. Этот картон спокойно можно привозить, укладывать, сверху засыпать и ходить, ничего не скашивая, не тратя усилия на то, чтобы было без червяков. С вами телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». Напоминаю, что в начале октября выйдет пятый номер журнала. Партнеры нашего издания – компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», Клиника слуха «Аудионика», Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. В сегодняшнем выпуске программы мы знакомимся с садовым участком Риммы Кураедовой. Если кто-то будет агитировать вас за ленивый огород, не поддавайтесь на агитацию. На самом деле огород должен быть умным, а его хозяин тем более. И вы в этом сейчас убедитесь, когда увидите, каким может быть урожай. Свекла в этом году не удалась. По той простой причине, что была выращена хорошая щелочная земля. А свекле нужна кислая почва, поэтому всего лишь навсего, ну, что мы тут имеем? Ну, имеем вот эти вот маленькие свеклинки. Потому что раньше у нас были вот такие, в кислой почве были больше головы. Если мы хотим урожай, то мы выращиваем почву, а почва выращивает урожай уже для нас. Почва – это участник биоциноза, всего природного, да, многообразия. И те микроорганизмы, которые в ней живут, они живут по определенным законам. Поэтому так часто и говорится о вреде перекопки, да, то есть когда мы вмешиваемся грубым образом в законы природы. То есть эта почва выращенная. Почему? Потому что здесь было достаточно органики, и здесь теперь живут червяки. Вот они, красавчики есть, видите? Их здесь очень-очень много. Червяки – это вермикомпост в первую очередь, да, то есть это капролиты червяков, самое лучшее биоудобрение. И когда их много в почве, это позволяет ничем ее не удобрять. И это позволяет вместе с мульчой ее ничем не поливать. Я не поливаю вообще, то есть я поливаю один раз, когда сажу. Больше я не поливаю никогда ничего в принципе. Вот. Но вот, к сожалению, здесь сейчас посеянные седираты, поэтому здесь нет сверху соломы. А вообще у меня все абсолютно заложено соломой. Даже одного гигантского рулона, как правило, не хватает на сезон. Так, ну все, червячка прячем обратно, потому что это его дом, он здесь живет. Если у вас появился вопрос, где взять органику, вспомните о ледяном дожде. Зачастую его последствиями можно пользоваться до сих пор. Целые большие службы обустраивали, ну, по благоустройству вывозили, измельчали эти ветки. Что это такое? Это чистой воды органика. Ну, пришлось немножко сделать звонков, то есть где-то три было бесполезных. На четвертой нашлись люди, которые понимают, что им проще и дешевле, потому что за то, чтобы их утилизировать, нужно было платить, да, на мусорке. То есть им проще просто довезти на участок. И, как вы видите, там вот у меня до сих пор еще есть ветки. Так как земли было очень мало, верхний слой я снимала, когда построила, и складывала в грядки. А вниз укладывала бревна. И сверху засыпала вот этой измельченной стружкой. Получается, вся эта органика, она ложится в землю, земля говорит спасибо. В общем, закладка грядок происходит изначально. Потом она просто поддерживается за счет мульчи, которая перегнивает и обогащает эту почву дальше. Ну что, мульча – наше все. Вот сейчас конец лета, поэтому ее мало, не было у меня возможности ее активно докладывать. Собственно говоря, мульча, она же может быть не только покупная солома, как я покупаю, но еще и обычная газонная трава. Есть очень большое количество людей, которые с удовольствием от этой органики избавятся. Это жители коттеджных поселков, которых достаточно в округе. В мешках у них забираю эту траву, раскладываю под свои растения. Растения говорят спасибо. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы рассказываем вам о принципах органического земледелия, которые применяет на своем участке Рима Кураедова. В следующем номере журнала, который выйдет в начале октября, вы сможете прочитать об этом более подробно. А мы продолжаем рассказывать вам про органические грядки, которые радуют урожаем в любую погоду. В этом году я соглашусь, что были сложные погодные условия. На самом деле каждый год заливает, и у меня тоже достаточно влажный участок. И это позволило мне все равно, ну сколько помидоров, наверное, ну ящиков 12 мы вывезли, ну еще будут, я так думаю. Баклажанов пока было мало, и перцев они только вот начали, пришли в себя от этих слизней, и еще будут. Ну то есть сколько мы там, ну ведро, может быть, другое собрали, ну еще будет. С урожаем все нормально. То есть у нас он ящиками и мешками. Так что у меня там, я не успеваю его перерабатывать. И если честно, время сбора урожая мое не самое любимое. Самое любимое – это весна, когда вот приготовить, все зарядить, и сказать, все, земля, я сделала для тебя все, что могла, и, как мне кажется, все, что тебе нужно для дальнейшего. Поэтому с урожаем здесь все хорошо. С урожаем действительно все хорошо. Достаточно посмотреть на тыквы и арбузы, яблоки, груши. Тыква тоже часть урожая. В этом году не так много кабачков, не 10 мешков, как в прошлом году. Но зато уже я насчитала где-то около 30 тыкв. 30 тыкв – это непредсказуемый результат. Так же, как и кабачков. Никогда не знаешь, сколько их будет. То есть здесь тыкв 6, наверное. Просто такой большой в этом году урожай тыкв. Тыква, в отличие от кабачка, хранится целый год. Это очень удобно. Я их складываю. И потом в течение года это прекрасный вкусный суп-пюре. Я очень люблю осетинские пироги с этой тыквенной начинкой. Также великолепные манты получаются с тыквой. Что еще на скидку? А, ну так, тыквенная каша. Второй год сажу арбузы без особых принципов агротехники. Единственное, вот траншеи у меня есть. Органическая траншея между грядками насыпными и сеном. Замульчированные они сеном. Их становится, вот просто сейчас уже не видно, но ботвы настолько много, что она заглушает сорняки. И сорняки не растут. В прошлом году первый арбуз, который мы отсюда сорвали, я думаю, боже мой, неужели бывают такие вкусные арбузы? Ну, это просто невероятно. Ну, сейчас попробуем, чтобы было неголословно. Это оказалось не так просто, как я думала. Вот такой красавчик. Я не знаю, сколько он весит, но, наверное, килограмм 10 точно. Я, конечно, совершенно не специалист в выращивании фруктовых деревьев, но вот эти общие принципы, какими руководствуюсь, они помогают и с ними. В нашем климате в Приморском, ну, это уже давно ни для кого не секрет, ничего не садится в землю, а все садится в насыпные холмы. Моим деревьям было тяжело, потому что я купила для того, чтобы сделать насыпные холмы, я купила торф, который оказался очень непитательный. То есть это не выращенная почва, и поэтому они у меня два года сидели, вообще признаков жизни почти не подавали. И только после того, как я поняла, что им точно так же, как и всем, нужна органика, я огородила их и стала туда закладывать эту органику, эмульчировать. И, в принципе, в прошлом году уже яблоки собирала ведрами, и груш в этом году было тоже очень много. Ну, вот груши мы уже сняли с одной груши, которая анжу, уже сняли ведро, наверное, и эта груша уже тоже нам дала много. Сегодня мы с вами знакомимся с участком Риммы Кураедовой. А какая дача без наших любимых помидоров? У хозяйки участка с томатами свои отношения. Она прячет их под крышей. Я человек советское детство, который пережил, то есть, соответственно, с очень созидательным настроем. Я подумала, как здорово здесь можно что-то посадить. Пока еще мы там этот дом начнем строить, будем что-то садить. И я посадила несколько кустиков помидоров. У меня не выросло ничего. Ну, вернее, они чахленькие, жахленькие, и два помидорки выросли. Самый главный перелом, на самом деле, произошел, когда я поняла, что самое, вообще реально самое главное, это выстроить отношения со своей землей. Мы же, когда приходим и говорим человеку, так, дай мне быстро вот это. Какую мы реакцию получаем? Мы в ответ вряд ли получаем что-то хорошее. Да, никто просто так ничего тебе давать не хочет. Но почему-то относительно земли мы можем так, да, прийти и сказать, ну-ка, я сейчас тут посажу помидоры, растите-ка вы мне. Чтобы это понять, потребовалось время. Сначала пришло понимание, что на глине урожаев не будет и нужно выращивать почву, а потом выяснилось, что каждому растению нужно искать особый подход. Как ни крути, все равно знания, безусловно, нужны, и агротехника у каждого растения своя. Помидорам вот в нашем климате, может быть, где-то не так, но в нашем приморском климате слишком много влаги. То, что помидорам не нужно много влаги ни в виде поливов, ни в виде осадков, Риме подсказала тетя. Она мне сказала, Римочка, нужно сделать крышу. Вот, и я посмотрела, они собирают просто тонны. Не важно, на самом деле, у меня часто спрашивают, какую ты крышу сделала. Не важно, какая у вас крыша. Вот из чего у вас есть, да, из того и делайте. Что было доступно, то и сделала. Учитывая, что мне муж сказал, строение делать только такие, которые можно снести, и чтобы я над ними не рыдала. Вот из что было, то и сделала. Но вообще уже вот из опыта могу сказать, что если вы делаете, ну, простую, да, эту крышу, и использовать планируете пленку, то нужно брать однозначно либо армированную, вот, либо светлицу. То есть с ними ничего не происходит, они очень, ну, то есть они прям вот уже 2-3 года у меня на крыше, вот той 3 года она держится. Ну, моим помидорам точно крыша в помощь, это 100%. И все, кто их делает, все так же говорят. Отдельно стоит сказать, что пока Римма пыталась выстроить свои принципы земледелия, старшее поколение семьи ко всем новациям относилось с большой долей недоверия. Нина Васильевна, мама Риммы, признается, что не раз хотела вмешаться и объяснить, что так урожай не выращивают. Опыт у меня, конечно, старорежимный. Когда, как и нас учили, копали, пололи, окучивали и еще поливали. А когда у нее своя получилась дача, вот так, тогда, значит, все стало по-другому совершенно. Не надо было ни копать, ни сорняки полоть, просто их не было. Все, что она делает, это новый, конечно, новый подход к земледелию, но урожай больше, а работы меньше. Вообще работы нет почти. На этом наша встреча подошла к концу. Пусть осень радует вас теплом и урожаем, ведь дачный сезон еще не окончен. Как всегда призываю, читайте наш журнал, смотрите программу, а если вам есть о чем рассказать, зовите в гости. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова